Всем привет! Меня зовут Налин Шмаффин. Сегодня мы посмотрим на увлекательную игру жизни сельского врачевателя в средневековье. Нажмем новую игру. И, наверное, на нормальном. Я думаю, мы справимся. Начать новую игру. Вы забыли, как лечить иную хворь. Посмотрите. 12 век. Вы кочуете по городам и селам, перебиваясь мелкими кражами и взломом заброшенных домов. Вот уже третий день вы в пути, и, наконец-то, видите перед собой маленькую деревушку, в которой наверняка есть чем поживиться. Так. Осторожно озираясь, вы прокрадываетесь к дому на окраине. Кажется, в нем уже давно никто не живет. Дергаете за ручку двери, и внезапно слышите чей-то голос позади. Я уже просто удивлена, что я слышу голоса в подобной игре. Эй, это кто там ошивается у дома лекаря? Эм... Эм... Я новый лекарь приехал из города. Новый лекарь? А ты не брешешь? Эм... Ну что вы, что вы? Вы ведь давно меня ждете. Дорога выдалась не из легких. Ну хорошо, пойдем провожу, коли так. Староста был так занят своими делами, что даже не обратил на вас внимания и молча дал ключи от дома. Вот это я, что называется, попал. Ах, будет, конечно, непросто. Пропустить обучение? Не надо. А где... Нет, мне интересно. Ваша афера обернулась удачей. И вот вы открываете дверь дома лекаря своим ключом. Но зайдя внутрь, вы внезапно обнаруживаете, что здесь кто-то есть. Молодая девушка в лохмотьях пытается дать дёру в испуге, запинается и падает. Так и шла бы она. Ай, рука! Надо тыкнуть на неё, прям в лицо ей тыкнуть, сука. Упала и рассекла палец. Так, и что? Не бойся меня, я лекарь. Осторожно, дай-ка я погляжу, что с твоей рукой. Ух, да у тебя кровь течёт. Да ладно, она мне сейчас весь пол закапает. Это потом хрен отмоешь. Изучите симптомы, рецепт лечения болезни. Что, в тазике её утопить из-за того, что она палец порезала? А где моя книга? Так, что это? Мася Тожогов, подожди, мне это не надо. Подожди, подожди. Что, как? А как переворовачивать? Эммм. Подожди, начать зала? Не-не-не, подожди, что? Что? Это что? А, вот переворачивать. Открытая рана. У больного кровь течения с глубокой раны, возможно, упадок сил в загноении. Это открытая рана? Ну, наверное, открытая рана. Что приготовить бальзам для ран? Следует сначала смешать несколько ложек скипидара и желтки куриных яиц. Всего-то желтки, яиц, скипидар. Так, берем яйца. А куда их берем? Да? Ебашим. Ножом ебашим. Это скипидар? О, нормально. На, короче, пей, не отравись. А потом ты хочешь пошить. На, вышивай, и ты этим займешься. А, ее зашивать. А, ну все, нормально. Вот, держи полотенце и валяй сюда. Конечно же, у вас не сразу получилось зашить рано. Ведь вы держали иглу в руках в первый раз в жизни. Что, еще? Тебе нужно еще? Я на тебя скипидар, сука, истрачу. Держи еще. А что не получается? Спасибо, спасибо, лекарь. Следите за временем и старайтесь правильно лечить больных. В противном случае, крестьяне могут заподозрить вас шарлатана. У них выбора нет. Это кто? А, это я от нормального человека, да. Внимание, я горю. А, нервная работенка. Нужно следить за собственным самочувствием. Да и правда, что? А, это я, может, это это, как его, выгорание мое? Я переработаю тут и сам выгорю. А, не, нормально все со мной. Так, а что, еще никто не пришел? Что, я могу вон лук смотреть. Уровень терпения крестьян. А, ну да, самочувствие, количество монет. Мне еще и платят. Таймер, отлично. Все, живем. Попрошайка пьяницы не применяют свыть чего? Что-то не применяют. Все, нормально. Все хорошо. Задержите хирургическую пилу или иглу на пациенте и отпускайте, пока лечение не будет завершено. А, ну, раз мы приехали, надо выпить. Здрасте. О! О, я вылокала вообще все. А закусить можно? Я и водички вылокаю. Не знаю, что она там балаболит. Я вам тут все переломаю. И чихну, спасибо. Ты что? Готов поспорить в своих карманах полно монет? Да, их целых ноль. Повеселиться в таверне, попрощаться с пьяницей. Чми, чми, я та самки. О, лейры. Ну, сука, не гори ничего. У, сука, свет вам накучил. Так, ну что, моя жизнь довольно скучна. У меня ничего нет. Лавка, что в лавке? Так, я так понимаю, что если тыкать в любых баб, они издают одно и то же. Я везде все у всех выпью. И никто я не против. Ой, подожди, подожди, подожди. А, что, кораблевское помилование? Это что? Ну, в каретке печенья. Бля, ну мне с моим нулем рублей, конечно. Только закупаться всяким говном. Так, итак, идем домой, короче. Идем работать. Можно курпнуть? Уже не успею. Чудом избежав разоблачения, вы всю ночь изучали книги, которые нашли в доме, и собирали нужные инструменты. С утра у дверей стали собираться первые пациенты. Ну, поехали. Здрасте, у тебя похмелье, походу. Чего с тобой не так? Давеча готовила я обед, оступилась и упала в котел. А, это борщ. Господи, это всего лишь борщ. Так, ожоги вызывают жуткую боль в пораженных местах. Имеются покраснения на коже, появляются волдыри жар. Так, нужно мелко нарезать лук, добавить щепотку соли и растолочь. Охуенно, как это помогает. Берем лук. Режем лук. Добавляем соль. Это соль? Да, это соль. Въебашиваем. Подожди, въебашиваем соль. Что там? И перемал. Ладно, держи. Спасибо, лекарь, мне гораздо лучше. А борщ это вкусный был я в итоге, не знаю. С тобой что не так? Если ты хочешь пожрать, это не ко мне. Схватился я за башмак, а он еле налазит. Все, все это шишка мне мешает. Ты кто? Слышишь, крыса? Может, это специально? Съеби, пожалуйста. Не мешай, спокойно это для лекарств. Ты куда, блядь, съебался? Так, я смотрю, у вас тут какое-то массовое роняние себя в обед. На, держи. Ух ты! Все, пошла. С мужиком-то я так и не знала, что он хотел. А, он опять вернулся. Ноги уже неделю как ноют. Еле доковылял я до тебя, доктор. Ну да, я пока крысу там угорала с ней. Подагра. Больной хромат и суть улицы от того, что чувствует себе все роды болей. Ему кажется, что жгут ему ногу. Что ее крепко жмут. Что ее терзают. Что разрывают ее на куски. Так, следует пропитать бинцельными травмами и положить к больным костям. Ага. Сейчас, подожди. Сейчас подожди, чел. Сейчас все будет. Блять, крыса ты задолбала. Съеби. Съеби, саная крыса. Уходи. Косил траву, засараемый, рассек себе ногу. Рассек себе ногу, а это... Кровоточит рука. Я знаю вас, лукашей. Лишь бы прийти и выпить у меня скипидар. Сопроваливай. Так, что там еще? Так, это тоже. У нее там ноги какие-то проблемы. Что там надо было сделать? А ну вот-то. На, держи. Забирай себе полотенце с перцем и проваливай. Все, нормально. Я все со всем справляюсь. Я отличный врач. Да вы задолбали! Иди проваливай. Доброго здравия, я местный староста. Вот уже полгода, как мы без лекаря. Без лекаря хвори одолевают нашу деревню. Тяжко приходится. Но теперь ты с нами. Как прошел твой первый день? Освоился на месте? Да, у меня какая-то крыса поселилась. Я не могу от нее избавиться. Да, все прекрасно. Ну что ж, хорошо, что ты уверен в себе. Заглядни в деревенскую лавку. Там можно присмотреть новый инструмент. Сука, странная. Иди отсюда. Я не буду кутить пока что. Ошибка допущена. Какая ошибка? Ну подумаешь, он это, вошел-вышел. У него помутнение памяти наступило. Он вышел, потом понял, что пришел там на самом деле ногу лечить. И вернулся. Нет, куры просто кудахчут. Кнуть нельзя. Че купить? А, ничего только мне купить. На моей 135. Это что? Игла. Ускоряет процесс лечения. Ну давай. Ах ты нихрена. Че у тебя цены такие зверские? С ума сойти просто. Ладно, я пойду дальше. Что там делать? В следующий раз напьюсь. Глубокая ночь. Вы спокойно спите в своей постели, как вдруг у вас будет какой-то странный шум. Вы открываете глаза и видите темный силуэт, который роется в ваших вещах. Вор. Первой мыслью пришедшей вам в голову было прогнать воришку. Но вдруг он вооружен. Прогнать его нахрен. Вы вскакиваете с постели с боевым клетчем. Вор перепуганно дает деру. В паньке он забывает у вас мешочек с деньгами. Вы горды собой, хоть и не терпелись страху. Это я, я такой красавчик. Прошла неделя с появления в деревне нового доктора. Вы продолжали изучать записи своего предшественника. И практиковаться в лечении самых разных хворей. Это я, да, это я красавчик. О, гракет. Лекарь, мой непутевый сын вторую неделю больным сказывается, лишь бы не работать, лодырь. Можете его припугнуть. Может, ему пиявку поставить, чтобы не притворялся потом. Давайте я вам крысу подарю. Там это, сожрет его. Тюрьмой заразит, и он сдохнет. Эй, Жан! Эй, гу-гу. Вот, лекарь, взгляни наш больной. Горю, весь горю, помогаю, помираю. Смотри. Дай-ка взгляну. Ай-яй, горит, дергает. Пальцы потемнели. Это может быть гангрена. Если не отрезать руку, он может умереть. Кого-то отрезать. Ты что, для крысу ума сошел? Мамочки. Отрезать руку. Я уверен, что это необходимо. Подайте мне вон тот молоток, которым я крыс бью. А, что, по голове его, ебнуть? А. А медицина, я смотрю, карательная. А что, как работать-то? А, надо сначала оглушить его, а потом это. А то он у себя придет и буяни будет. Слышь, валяйся. Все, минус рука, мы тебе ее зашьем, не переживай. Все, и держи полотенце, провалю. Ну, лекарь, если он не оправится, я тебе этого так не оставлю. А что, как он должен отправиться? У него новая рука, что ли, вырастет? Че ты хочешь? Сначала болел этот палец у меня так сильно, а теперь вовсе согнуть его не могу. А это че значит? Тут не гангрена. Это просто тебе... Опять вы со своими... Да господи, крыса. Она сожрала эту траву. Ебать, он там сдох. Блядь, у меня человек сдох. Сюжетные персонажи накладывают на доктора особый эффект. Узнать о них можно, нажав на специальный значок в верхнем левом углу экрана. Да я поняла, там крыса, видел? Она все испортила. Я так-то все изготовила, просто сожрала все. Это че, не работает? Да что, они все падают? Че ты хочешь? А, ты-то че хочешь? Попрошайка, она рвит, украсть предмет со стола? Че ты прошу? На ум, ау. А то и че надо было тогда, подожди. Это ебаный свет. Нога уже как неделя. Ель доквавлял тебе. Может отрез ты ее, чертовой мать, что ты не выебывался? Заебал ходить сюда. Что, ну подагра. Не работает. У меня ожог же у него. И не открытая рана. Че ты хочешь? Я не понимаю. Да крыса, блядь, отстань. О, вот, наш человек. Так, яйца и все прочее. Искипи, да, вот туда ебану. На. Заварись. Все? Ух ты, блядь, ская крыса. Так а что, там уже у меня нет никакого рецепта. Че ему дать? Эта шишка все мешает. А куда она делась-то? А куда она, я не знаю, у меня крысы едят эту траву. Да что происходит? Так, ты что хочешь? Эта шишка все мешает. Но ты, походу, этот... Ты не ожог точно? Но он жалуется на башмак. Ладно, я тебе поверю, сука. Нет? А что там от этого, ожогов? Лук, лук, соль. Блядь, да ты, да вы задолбали дохнуть. Суки. Ну, он говорит, нога болит, а по факту... Охуенно. Из меня охуенный врач. А что они приходят? Я не понимаю. Нажмите на вакциненте, чтобы знать, что с ним стрясло. То есть он пожаловался на шишку, а при этом он это... Проснувшись утром, мы первым делом отправились на болото, чтобы пополнить свои запасы пиявок. По дороге вам встретилась чудная мшистая полянка. Какой я встретил рассвет? Нахрена? Пора идти мимо. Прошла неделя с появлением в деревне. Да, да, да. Встречу я там рассвет, блин, с пиявками. А что я не так делала? Я сейчас не успела. Да, 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 да. Сейчас мы ему поможем. Так, и не выебывайся там. Опа. А, ну у меня, по крайней мере, сохранилось то, что я купила. Ну держи. Да главное, чтобы остальные от меня отправились, а то хрен его знают. Так, ожог у тебя. Разжигала очаг и подошла себе платье. Вот так, вот так, вот так. Завалил. Кто это следующий? Кто что хочет? Так, ноги ноют у него. Все, 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 все. Крыса, сука, не пали меня. Че ты хочешь? Че ты хочешь? Я слежу за тобой уничтожить. Только, сука, попробуй помереть. Они еще ходят и за мной следят, мешают работать. Между прочим, на тебя смотрят, работать вообще тяжело. Так, все это я помню. Да, сраная крыса. Подожди. Хватит бегать. Устала на улице, когда солнце было в зените. А ни хер спать, потому что. В средняковой вообще спать не принято было, только работать. А в прошлый раз че не работало тогда? И они все у меня подыхали. Да, 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 это я помню. Это все крыса мешала. Это крыса меня подставила. Че они так-то? Слышь? Ну, блядь, начинается. А че? Че они через раз-то работают? Шишка мешает ему. Ну и до свидания. На, забирай ее. Там все равно ему уже не поможет ничего. А, яйца. В смысле? Я скипидара въебашила? Чего? Блядь, я же только что все сделала. А че они так делают? Может, тебе просто зашить? Сука, от порезов умирают. Дураки совсем. Я поджег бороду. Подожди, может, я что-то не то делаю? Да нет, все правильно я делаю. Все, иди отсюда. Ну, подумаешь, два человека умерло за сегодня. Могло быть и больше. В просто раз вообще какой-то творился пиздец. Так, ну-ка, ожоги, ожоги. Ну? Я все делала правильно. Бальзам для ран. Почему я грань не засчитала? Я что-то так не врубилась. Ну? А, все, вон, нормально. Полегчало ей. Так, от тебя нужно вот это. Это я знаю. Может, ты свалишь? Так, бритва, возьми до выскоча. Держи, скипидар. Держи. Блядь. Вот, держи. Все, все, все. До свидания. Здравствуй, лекарь. Здравствуй. Всегда рады новым линцам в нашем захолустье. Вот еще, сука, зеленый. Ты пьяница? Нет ли у тебя в запасах чего горячительного? Голова так трещит, что хоть на стену лезь. Сожалею, но у меня ничего нет. А ну иди тогда к черту, коль доброму человеку не можешь помочь. Ну, скипидар. Боже, скипидар. Мне эта крыса дурацкая. Ну, а, там еще и крысу читаю, сколько поднала. Да, крыса что-то там мне творят какой-то пиздец. Прям под руку. Так, пойду еще раз в лавку. Может, что-нибудь куплю. Там мне 250, значит, что-то хватит. Это что? Гораздо эффективнее прошлый. А, ну, в общем, работает. То есть, у меня накапливаться будет. Купить тогда. Ну, вот и все. Вот на что я и заработала. А то я знаю, у меня там еще один чел сдохнет, и меня отправят в Исфояси. К вам домой заявляется крестьянка и просит принять роды у ее коровы. Похоже, женщина очень напуганная, и без помощи ей не обойтись. С другой стороны, оставлять свои заботы тоже не дело. Блин, ну давайте поможем. Канавал из вас такой же опытный, как и лекарь. Но вы решились помочь. Зрелище жуткое, теленок упирается, корова мычит, крестьянка в панике бегает по округе. Все заканчивается внезапно. Кажется, вы ей не были здесь нужны. Но страхом утерпелись порядочно. Крестьянка обещает заплатить сперва же за боя скота. А, ну мне денег задали я, если что, куплю себе еще на пару трубок. А на твоем недавнем визите деревенского пьяницы вы искали подходящий рецепт лечения его недуга. Поиски увенчались успехом. Вы сходили на ближайший пруд и наловили пьявок перед началом нового дня. Я чувствую, что я с ума сойду под последнюю главу. Добрый доктор, славный доктор. Кто бы и знал, что мне как мне плохо сейчас. Неужто нет ничего, что спасло бы меня от этих мучений? Лечить. Воды? Вопрос с нами. Где вода? Это вода, да? Нет, пьявки. Что, блядь, происходит? А, вот вода. На, хлебай. И закуси пьявками. Что же это, чертовы тварь? Зачем они? Пьявка у вас всю дурную кровь тебе станет лучше. Экая мерзость. Убери, убери их от меня. Мне уже лучше, правда. Не бойся, это как комарик укусит. Господи, прости меня, грешно. Очень мне служил такое наказание. Господь терпел и нам велел. Ты последняя. Я надеюсь, он не сдохнет. Ох и страху я натерпелся. Но теперь мне намного лучше. Ты и правда милослив лекарь? Хорошо, что ты с нами. Все, уходи. Еще тебе нахуячь воды? Так, ты что хочешь? Схватился за бешмак, он именно лазит. Все, иди. Да, господи, что опять не так? Да я же... Блядь, что? У него же это гангрена, или что там, блядь, у него? Как он сдох? О, это уже наш клиент. А, уснул на улице, когда было солнце... Не, подожди, это не то. Это вот так. Все, спасибо, спасибо. Ебать, меня хотел сжечь. А! Что хочешь? Да, блядь, опять это со своими ногами. Все, все, до свидания. Хоть ты смотришь, иди работай. Видишь, я работаю. У меня даже крысы работают. Суки. Как вы надоели со своими шишками. Это самая хреновая вещь, потому что она не работает. Или, я не знаю, я неправильно ставлю им диагноз. Что ты на меня смотришь? Я работаю, сука. Взгляд кузнеца. А что так? Чем я могу быть полезен? Вы торопитесь под пристальным взглядом кузнеца. Время назначения больных сокращено. Блядь, хлебай воду. Хлебай воду. Так, че ты? Так трясет? Так трясет? Меня теперь пальцы холодит. Блядь, может у нее травление? Ну, она про хлеб говорит. Ну-ка, может ей воды? Нет, воды она не хочет. Но у нее там, может, жар? Я не знаю, что они там, сожрали хлеб. Блядь. Прощай. Но это было отравление, если она ела хлеб. Вы не смогли обучиться лекарскому ремеслу. Безручный грех. Да какого хрена? Я иногда не понимаю, че они хотят, суки эти сраные. Лавка, мне че, у лавки есть че? Конечно, я же нищая. Это типа кузнец меня сприл, что мне кто-то сдох. Да хрен его знает. Ну съела она хлеб. Откуда я знаю? Я ей дала водички. Она не хотела ее пить. Помяту ее недавно. Да, да, да. Она, то ли эта игра не работает как надо. То ли я что-то неправильно делаю. Не очень понимаю в этом моменте. Все, проваливаю. У меня полно дел. Меня сегодня тоже выгонят. О. Блин, я вообще не понимаю. У меня там была только одна смерть. Так, от жара. Сейчас забыла. Лук. Только один труп был. Ну подумаешь. Ну сдох. Он и сдох. Я очень устала. Хочу отдохнуть. Сука, только попробуй сдохнуть со своей шишкой. А может, одна смерть из меня жизнь высасывает? Мне надо типа пожрать. Может, сходить в бар после этого я типа повеселюсь. Буду здоров. А может, сходить в бар. А, схватил я за башмаку. Он еле налазит. Ну да, нужно в бар срочно Да, блядь, красота, ты загибала Еще выпей Взгляд кузнеца Нафига ты пришел? Че тебе надо? Я скоро сдохну У меня время из-за тебя горит Не ходи, не смотри на меня Круто, сука, заебала ты меня Ну вот на этом я и проебусь Может мне надо это Много отрезать Мах, вот почему они подыхают, суки Подожди, что потом сделать надо Перевязка раны Блядь Да, если у них болит нога, значит их надо это Блядь На Вот же Мудинь пришел и это, работать мешает Я отсюда нахрен Че ты хочешь? Блядь, Зина Что это такое черное? Все, все, нормально Мне гораздо лучше без ноги Все, я поняла, как это работает Че ты хочешь? Все, я теперь поняла, что не так-то было А то они что-то ноют, а я не понимаю, что они ноют Все, должно быть ему нелегко поделиться своим недугом Давай его Во-во-во, все, нормально Мне надо отдохнуть, я пойду бухать Нервная работа, так и помереть можно Мне стоит привезти вечер в местной таверне, чтобы сбросить накопленную усталость Все, я пошла бухать Время бухать Я устал Повеселиться А что за недовольство в деревне началось Из-за того, что я побухала Кто-то недоволен? Вы там охренели Муроды сраные Хочу, пью Хочу, не пью Я вас лечу вообще-то так-то Так, че можно у тебя купить? Давай киянку Аскальпель че? Все, дом доктора Далеко за полночь в дверь постучали Усталый и грязный человек на пороге представился лекарем из города Он сбился с пути и попал в переплет Вы чувствуете на себе его пронзительный взгляд и тщательно выбираете слова Рассказать правду и заплатить за молчание Правда, у меня 40 монет Вы признались лекарю, что вы дали себя за него Но он не желает никому зла Но не желаете никому зла Вы отдаете ему часть своих денег, чтобы он сохранил ваш секрет Ну, подумаешь, 40 рублей ему достаточно будет Не знаю, на них ничего не купить А что, он бы потом распиздел старостей И меня бы вообще там повесили Зачем оно надо? Я ему заплатила свои 40 копеек И пусть он идет, куда хочет Так, что ты хочешь? Так, ух, как сильно дерет горля Так, больной отвар из простуды Лука и целебных трав Нихуя себе, что тут сложно-то? В ступку Ну, где кипяток? Все? Что? Куда она делась? Не понял Ступку Лук порезать Так, я все правильно сделала Что-то не так пришло Да подожди ж ты, блядь, стой! Ноги уже неделю как ноют Блядь, а что вы? Да, крыса, сука, заебала! Так, это тебе вот эта хрень На На Проваливай Хватит на меня ходить смотреть Крыса, ты заебала! Так, этот бухал На, еще пиявкой закуси Нет, они, сука, все приходят и смотрят Че на меня ходить смотреть? Я работаю Может, с крысу зашить? Пришить ее, блин, к это К углу Чего? Воды я набираю Вот че происходит Ай, ёб твою мать Ничего ж никто про это не сказал Куда пошла? Блядь Крыса, сука, съебись! Дура Так и что? А как мне это? Че там против ожогов? Я забыла Я его не трогала, это даже ногой Нет, ты охуел? Он и помер из-за тебя! Еще и крыса эта ебаная! Как ты заебала меня! А я не понимаю Как, смысл-то в чем? Типа, мне нужно Крыса, блядь Да стой ты, пидор Крыса, блядь Съеби Давайте ее отрежем Стены ходуном ходят Трясет Я не очень понимаю Как работает этот, блядский, чайник Почему, блядь? У тебя же, тебя же трясет Как гандон Впизду вас всех, что вы бопередохли В смысле? Да крыса, блядь Пизду вас, долбоебы, ебаны Съебись, нахуй Вы там пизданули Все ко мне ходить Что ты опять приперся? Мне кажется, крыса у меня что-то пиздит, пока я что-то делаю Да опять ты приперся, что тебе надо Скажи, в чем твоя беда, я попробую помочь Левый глаз ничего не видит, сложно работать Дай-ка, посмотрю, видишь, помутнение Да у тебя, похоже, катаракта Давайте глаз вытащим Лечи Это не так просто Если у меня дрогнет рука, ты лишишься глаза Ты лекарь, лечи Не, не рисковать Я никогда не делал подобных операций Ты лекарь или шарлатан? Ну и ходи слепой Все еще ничего Нужно подождать несколько дней Я приду завтра Завтра приходить не надо Нужно несколько дней Проваливай, сука Хватит ко мне ходить Гандоны ебучие Так и что? Меня не хватит ни на что денег Ни выпить, ни закусить Нихуя нас снижает Даже половины не сняло О, ебки Сраный Что вы там попередохли Сладкий рулет Вышли в Масельского дома И почувствовали запах домашнего рулета Оглянувшись, вы увидели вожделенную сладость На окне дома местного староста Попробовать украсть рулет Блять Вам почти удалось провернуть кражу На местный кузнец Сын другом Заметили вашу аферу Местные мужики сильно избили вас Спасибо Изучив записи прежнего доктора Вы узнали новый свой Аккуратно Глаз все еще ничего не видит Нужно несколько дней Что же блять сказали Несколько дней Здравствуй лекарь Жанну лучше Он идет на поправку Прости, что не доверял тебе Рад был помочь Так и что ты припер Кто-то ко мне Опять с этим нужно чайником Что-то делать Лучше ко мне приходили Алкаши С алкашами легко Опять какое-то недовольство полное Я только что покупала Что ты хочешь Сука Странная крыса Ты можешь съебаться Так Отрежем у тебя нахуй Хорошо Не будем Отрезать Может мне ее просто зарезать Ой, как хорошо У вас вчера попойка была Приходите сегодня только пьяница Я скоро сдохну Таким образом Так, глаза ослеплись Ничего не могу сделать Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ я не понимаю как работает этот блядский чайник какой-то ебанутый и без меня выгнали мне кажется эта игра она сделана технически не очень хорошо на вашем пороге крестьянка с глазами на выкате о лекарь я долго вас искала моя беда не так проста причину мы отыщем саду жизни узнать мне надо где в деревне сад я ожидаю с раннего утра уже три раза приходила мне страшно но сама не знаю почему послать инквизитором в уже себя надержал успешно послали за инквизитором после закрылись дома и перевели дух крестьяне жутко напугали но кажется они зауважали вас еще сильнее но мне кажется у меня не доверие записи прежнего понял я понял это возможно у меня упала понял я с твоим глазом так ты пришел ушел на вина пришел ушел сваливайте нахуй пожалуйста чего хочешь воспаление солнце яркое что режет глаза не верь ему он шарлатан я блять с таким трудом делал эту хуйню ебан нет а в тресерские стены ходуном ходят замешать 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 воду а что с тобой не так может тебя это ногу отрезать но он не помер по крайней мере глаза ослеплись ничего разглядеть не могу на крыса блядская так это жар помоги мне скорее я забыла снова все порезать залить водой сейчас он скажет что я не буду пить посмотри какой черный наконец то можно хотя бы кому-то ногу отрезать спасибо без ноги так как хорошо так что с тобой а ты-то кто слышишь как крепит а да ты издеваешься нахуя ты приперся ко мне пошли вы в жопу оба я забыла все из-за этого мудилы съеби чё хочешь блядь да сьеби ты блядь нахуй отсюда нахуя вы ко мне приходите долбоёбы почему не работает почему не работает как как тебе сука убить этим тазом крыса пошла нахуй зачем вы ко мне приходите уроды и крыса эта ебаная заебала меня уже в конец ах астас лекарь свои дела плоть грешна нет нам спасения ни на земле ни на небесах идя долиной смертной тени давно ли ты молился господу лекарь святой отец не ждет ли вас в церкви приход не поможет падшим грешникам мы исповедь устал я молиться за этих грязных предлубедеев иди съеби пожалуйста что ты приперся тебе блядь поговорить там не с кем в церкви своей ебаной сука я еще и не сдохла нервная работа так и помереть можно действительно работа не на самом деле я думала что игра будет чуточку повеселее а в итоге она что-то на нервы меня вывела сука я хотела тут расслабиться а в итоге я только еще больше из себя выведенная стала я не думаю что я буду ее допроходить потому что меня заебал этот монах и вся эта ебаная деревня надеюсь что это крыса которая бегает у меня по столу принесет им чему и они все сука сдохнут в муках а потом их всех сожгут а я добрый хороший молодец уеду в город получу там я не знаю кандидатскую медицинскую степени буду и буду там главным лекарем на деревне сидеть и нихуя не делать надеюсь у меня будет прекрасная жизнь в будущем они все сдохнут а на этом все обязательно подписывайся на канал ставь лайк ставь лайк ставь комментарий всем спасибо и всем пока